Девушки отдыхают Смирно, брейк Сегодня к нам гости приехали Наши товарищи из города Москвы Трон Я хотел бы, чтобы ты не ставился И не ставил наш коллег И рассказал, какой супер Все дня дети вашим Как раз у вас приезжите в подчинение Делайте с ними что вы хотите Не сидим в таком Хорошо? Здравствуйте ребята Меня зовут Роман Как я вам сказал Ваш учитель, что мы из Москвы Хочу представить Нашу небольшую команду Владислав Андрей Софья И Елизавета Мы сегодня с вами проведем небольшое занятие В котором мы вам покажем и расскажем о Ката Может вы слышали такое слово в неких упражнениях или комплексах упражнений которые можно использовать в тренировочном процессе в тренировочном процессе или изменить или изменить некоторые приемы дзюдо под свое физическое состояние если есть какие-то ограничения физическое физическое здоровье то есть можно адаптировать дзюдо под любой воздух с дзюдо на дзюдо 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 И потихоньку увеличивать улыбки на три градуса. Да, значит. Так, ребята, что мы первое делаем? Значит, у нас естественное наше движение человека, это вперед лицом. Правильно? Мы все двигаемся так. Утром встали, пошли в туалет. Утром пошли в школу. Мы идем все время вперед лицом. Это естественное движение, и мы так научились ходить вперед лицом, что нам, ну, можем с закрытыми глазами это делать. Очень мало мы двигаемся в нашей повседневной жизни, и в том числе тренировочной, я так замечал, возможно, вы меня поправите, что это неправильно, но спиной. Спиной это неестественное движение человека. Но для обработки техники дзюдон, движение спиной очень важно. Умение двигаться и чувствовать, что у тебя за спиной, очень важно. Поэтому мы с вами попробуем подвигаться спиной. Хорошо? Что мы делаем? Как мы будем двигаться? Вот с этой стороны пусто. Они будут дорожками? Да, можно сделать дорожками. На три группы, на четыре группы, на четыре колонны. В колонну по три человека, остановись. Ставись по три человека. Сейчас, ладно? Правильно. В колонну по три человека, и немножко пошире. Хорошо, можно пошире встать. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Очень простое упражнение. То есть, мы не вперед, мы не двигаемся спиной. Но для того, чтобы нам было более заменительное дзюдо, руки у нас все время перед собой не ехали. Это имитация того, что мы берем за оплату кимону, да? Руки перед собой. И мы просто передвигаемся вот так вот. Мы передвигаемся вот так вот. Мы передвигаемся вот так вот. Вот у нас обычные передвижения. Мы дошли сюда, и потом пошли обратно. Абсолютно легкое, спокойное передвижение. Но мы двигаемся внимательно. Давайте попробуем. Руки перед собой. Как будто бы мы приставили партлера, держим захват и передвигаемся спиной. Как будто бы мы передвигаемся. Дозвучим сюда. Опять рука колонной вернулась. Идем в другую сторону. Отлично. Супер. Я не сомневался, что здесь все чемпионы. Итак, но я посмотрел, что мы делаем. Если мы идем вперед лицом, мы все видим, правильно? Глаза у нас впереди, на затрудке нет глаз. Сейчас посмотрел. Некоторые идут и даже не смотрят, что сзади. Это опасно. Все-таки мы должны немножко посмотреть. И вот такие движения головой влево-вправо, они как разминку у нас будут для шеи. И также мы будем контролировать, что у нас слева, что у нас справа. Мы идем и мы понимаем, что у нас слева. Передвигаемся вправо. И мы можем видеть, что там находится сзади. Глаза на затрудке получаются. Понятно? Ну давайте попробуйте. Передвигаемся. И немножко смотрим. Налево-направо. Понимаем, кто у нас происходит. Все, дальше все. Мы можем немножко направо посмотреть, немножко наверх. Смотрите, мы сейчас делаем медленно, но интенсивность передвижения по татаре можно увеличивать, когда мы уже все лучше и лучше начинаем двигаться. Наша задача не просто передвигаться, а научиться так, чтобы мы передвигались и когда мы ногу поставили, наше тело было устойчиво. Если мы передвигаемся и нас шатает с лево-право, не совсем хорошо. Поэтому при передвижении мы должны чувствовать, что мы все-таки стоим на катании. Хорошо? Еще такое есть движение. Вы все делаете передвижение боковым боком. Оно неестественное, и мы в жизни это мало используем. Мы сейчас попробуем подвигаться боком и правым боком, и руки тоже перед собой. Обратно лево-боком. В качестве разминки попробуйте. Поджимаем. 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 Мы не подпрыгнем, а просто передвижение. Просто передвижение. Руки перед самым, как будто в медитации закладываются. Сильнее плечом. Отлично. Все молодцы. А на что обратить внимание? Смотрите. Вы, наверное, замечали. Устойчивое положение тела человека, и вам говорили ваши тренера, это ноги на ширине плечи. Это самая устойчивая позиция человека. Если мы стоим очень широко, нас легко уронит. Если мы стоим ноги вместе, это тоже неустойчивое положение тела. Поэтому при перемещении боковым шагом и вообще левым шагом, мы должны стараться все-таки сохранять положение тела, ноги на ширине плечи. Мы стоим на ширине плечи. Чуть больше сделали, чуть больше. И опять у нас на ширине плечи. То есть наши все передвижения, они ни в коем случае не соединяют ноги. Как только мы соединили ноги, мы уже неустойчивы. Здесь есть такой механизм, да, подсечный темп шагов. Мы передвигаемся, на ноги соединили, и мы упали. Но если на ноги не соединили, то ноги сдольше. Поэтому передвигаемся боковым. Не соединяем ноги. Попробуйте. Внимание просто посмотрите на ноги. Чуть-чуть. Сначала нервно подверг. Если у вас очень хорошо получается, можете немножко увеличить скорость передвижения. Но внимание ваше должно быть на то, что ноги не соединяют. Как только он здесь на ноги поставил, вероятность падения увеличится. Вот, супер. Отлично. Сейчас упражнение координация движений. Смотрите, мы тоже боком поднимаемся с вами, правым, левым плечом. Но смотрите, как он здесь двигается. Левая нога, если мы под пустую сторону пойдем, скрещиваем ноги. Видите, как правая рука затрагивается до левой ноги, левая рука до правой. Потом исходное положение ноги на ширине плеч. Теперь левая нога уходит назад. Но левая рука до правой, правой придем. Боковые передвижения с тресным шагом. И смена рук затрагиваемся до ноги. Для координации движений. Попробуйте. Левая нога вперед. Исходное положение. Левая нога назад. Исходное. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Руки обязательно касаются ног. Да. 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 Молодцы. Молодцы. Начинаете делать медленно. Как только вы освоите это положение хорошо, начинаете примагать скорость. Если вы заметили, качество нашего занятия зависит от вашего внимания. Если вы делаете внимательно все упражнение, то качество занятия увеличивается. И вы становитесь лучше и лучше. Поэтому еще раз давайте посмотрим. Я передвинулся. Давно. Исходное положение. Передвинулся. Продвинулся. Здесь, когда я передвигаюсь, я ноги вот так и ставлю. Я устойчиво. Даже если у меня ноги спрещены, я все равно устойчиво стою и катаюсь. Для чего эти упражнения? У нас есть много приемов, которые мы выполняем, но предварительно для того, чтобы выполнить этот прием, нам надо встать в такое положение. Допустим, прием учимата. Когда зачастую нам надо скрестить ноги, поставить их удобно и потом сделать это учимат. Если мы поставили ногу неправильно, то мы, соответственно, не сможем сделать прием. Потому что у нас будет негде стремления для тела. Хорошо? Молодцы. Теперь давайте проведем маленькую разминку для плечей и рук. Итак, встали с воротную позицию. Так, чтобы никто никому не мешал. Можно шахту в порядке. Вот здесь. Молодцы. Простое упражнение. Посмотрите внимательно. Что мы делаем сейчас с вами? Руки поднимаются вверх. Мы встаем на носочки. Посмотрите. Встали на носочки. Руки опускаются вниз. Здесь мы встали на место. И немножко руки поднимем назад. У нас получается с маленькими камерами. И ч. Вниз. Встали. Встали. И можно прибавлять эту скорость, легкость. Не напрягайте сильно руки. Подтянулись. И носочки опустили. Молодцы. Немножко изменяем упражнение. Посмотрим сначала. Сможем. Дай. Мы поднялись, носочки вверх. Опустились. Отпустились. Подняли перед собой. Руки в стол. Отсюда опять. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. 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 Вниз. Вверх. Вниз. Давай. Итак, приготовились. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Координация все в порядке. Молодцы. Еще меняем упражнение. Вверх. Вниз. Вверх. В сторону. Не будем разворачивать. Вверх. Вниз. Вверх. В сторону. Понятно? Приготовились. Вверх. 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 Мы делали с вами вот это упражнение, да? Сейчас вы смотрите, упражнение называется лыжа. Вверх и носочки поднялись. Потому что когда руки вниз пошли, мы становимся в полностью расход. Присели спина прямая. Опять вверх. Вниз. Приготовились. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Супер. Еще одно упражнение. Трочно поставим. Три раза вращаем на руку. Раз. Два. Три. Теперь ногтевые. Раз. Два. Три. А теперь плечи. Раз. Два. Три. А теперь начинаем обратно складывать. Внутри. Раз. Два. Три. Глобки. Раз. Два. Три. Три. Молодцы. Ну все. Три. Теперь перейдем к основному. Покажу вам первое упражнение. Замите. Пожалуйста. Здесь можете присесть и посмотреть. Мы попробуем с вами сделать первое упражнение с 15 упражнений, которые входят в технику дзюк-но-гапа. Всего 15 упражнений, но мы попробуем с вами сделать одно. Хорошо? Сейчас я покажу вам, как делается это упражнение. Мне поможет ли вы совет? Вот мы попробуем все это сделать с вами. Кто-нибудь запомнит? Хорошо. Мы разделим это на части. Сначала мы сделаем вес под кремом, а потом соединим с под кремом. Хорошо? Сейчас попробуем вот что сделать. Посмотрите. Первое упражнение в исходное положение. Мы делаем с вами три шага и три уровня рукой. Вниз, среди, вверх. Смотрите. Один. Приставили. Два. Приставили. Три. Развернулись. Плечи назад. Плечи назад. Вверх. Круги выше. Левое упражнение. Сходное положение. Раз. Два. Три. Плечи назад. Развернули. Сходное положение. Попробуем? Встали. Встали. Я впереди. Вы идете за мной. И пробуйте повторять, как у вас будет получаться. Встаньте так, чтобы лицо никому не мешало. Можете друг за другом, как колонники. Хорошо? У нас были четыре колонны. И потихонечку будем передвигаться. Встали. Попробуем. Один. Два. Три. Развернулись. Встали. Прогнулись. Немножко. Левая нога. Вперед. И сходное положение. Раз. Два. Три. Развернулись. Ручки в стороны. Вытянулись. И сходное положение. Раз. Раз. Два. Три. Прогнули. Хорошо. Вперед. Вперед. Пойдем в другую сторону. До самой конца. То же самое, но только у нас и человек в левой стороне. Понимаете? Давайте попомним. Левая рука. Левая нога. Раз. Два. Три. Ручки в стороны. Вытянулись. Хорошо. Раз. Два. Три. Вытянулись. Отлично. Еще раз. Раз. Два. Три. Развернулись. Вытянулись. Молодцы. Стоит. Отлично. Смотрите. Смотрите. Чему мы хотим научиться этим упражнением? Когда мы, если вы заметили, мы делаем это упражнение, у нас есть перед движений обычные. Есть еще и перед движений. Каким шагом? Представим. Вот мы сейчас делаем с вами представленный шаг, правильно? Мы шагали вперед. Правая вперед, левая представили. Правая вперед, левая. Или самая легкая. Мы с вами совершенствовали движения в представленный шаг. А еще что мы делаем с вами в этом упражнении? Вот это действие рукой показывает нам три уровня человека. У нас есть упражнения дзюдо, которые мы выполняем и в самом том числе, техники, которые мы выполняем на нижнем уровне. Рукой мы для себя, для сознания указываем, что можно делать технику нижнего уровня, технику среднего уровня, когда мы обвалываем, и технику приемов на верхнем уровне. Вот рука у нас указывает эти уровни, мы всегда в сознании держим в голове, что приемы мы можем выполнять на нижнем, среднем и верхнем уровне. Понятно? Что у нас еще есть в этом упражнении? Когда мы с вами разворачиваемся, мы становимся в самую удобную и оптимальную позицию для того, чтобы провести бросок. Прием какой-то. Мы не можем сделать прием, если мы не стабильно, не очень хорошо стоим на ногах. Если я стою на ногах вот так, могу я сделать какой-то прием? Нет. Если я стою вот так, тоже тяжело сделать прием. В момент выполнения приема, когда я уже бросаю, я должен стоять устойчиво. Потому что когда я делаю прием, не только я стою, еще и подверг я должен быть. Или вперед, или назад. То есть моя позиция должна быть максимально устойчива. Упасть должен что? Мой соперник. А я должен постараться все-таки устоять. Поэтому, когда мы делаем вот этот шаг и разворот, мы должны чувствовать, что мы станем уверены. Понятно? Вот это упражнение формирует устойчиво. Мы передвигаемся и устойчиво становимся. А растягивая руки назад, мы раскрываем грудную плетку. Для чего? Для того, чтобы мы просто растянули с вами и почувствовали дыхание. Мы с вами в основном боремся все. Чудо, да? Немножко мы и сам в таком собранном состоянии. А здесь мы немножко раскрываемся. Все-таки раскрывать грудную плетку нам всем в порядке. Потом подрастете, когда поймете почему. Итак, мы выполнили упражнение. Первое. Сейчас я вам покажу второе упражнение. Потому что мы же в паре сделали, да? Мы же вдвоем делали с партнерами. Второе упражнение. Мы делаем шаг назад. Правой ногой. И правой рукой начинаем работать. Правой, правой. Смотрите. Левая, вернулись в исходное положение. Правой ногой шаг. Видите, как ноги разворачиваются? Я не оставляю ногу вот так. Я не оставляю ногу вот так. Руки у меня стараются вытягивать, да? Посмотрите еще раз. Попробуем? Давайте правой рукой и ногой в ту сторону идем. А обратно возвращаемся в левую руку. Нажимаем. Попробуем. Молодцы. Молодцы. Все проснулись. Видно, что все подготовлены. Попробуем. Вот маленькая пауза. Сразу. На что обратите внимание? Вот из мелочей. Пару учителя ваших говорили 100%. Из мелочей складывается большое. Для того, чтобы зайти на вершину, нужно сделать много маленьких шагов. Вот что мы сейчас с вами делаем? Я вам показал несколько раз, что мы вытягиваемся. Я посмотрел, какой шаг у вас у всех. Вы такие старичные. У них нет. У вас тут руки не отравливаются. Да. А может, ты думал, делать вот так? А разве можно взять? Разве можно взять за оплату? Не могу, если у вас не ну так. Как я возьму? Поэтому мы с вами делаем вот эту просьбу. Мы раскрываем. Потому что можно для камня, если я могу взять. Когда у меня лука раскрыта, я могу взять за оплату. А если меня лукал лукат, как я возьму? Как мне на это не нравится, тоже обратите. Ребят, мы раскрываем ладонь. Не надо его так собирать. Они вот так у нас часто вот так, если вы боитесь, вы ощущаете после борьбы, у вас это 0,5,5,5. Потому что они постоянно вот так становятся. Здесь мы немножко раскрываем. Для массаж, для руки, для пальцев. Раскрываем. Не так мы раскрываем? Раскрываем. 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 Попробуйте влевую сторону. Хорошо. Отлично. Ну вот совсем другое дело. Да. Как-то веселее пошло. То. Когда другая, dad, не видишь, всегда весело. Так. Хорошо. Отлично, молодцы! Теперь, что нам надо с вами еще попробовать сейчас делать? Мы с вами постоянно передвигаемся по тотамику. Когда у нас идет борьба, да? Мы передвигаемся вперед, передвигаемся назад. Мы передвигаемся в правую сторону, передвигаемся в левую сторону. Мы даже вращаемся, по кругу движемся. Это все маневрирование на тотамик, передвижение тела в пространство. Но у нас есть еще так называемые развороты. Когда мы хотим сделать какой-то прием, мы должны развернуться. Или спиной, или животом как-то. И у нас есть два варианта разворотов. Называемые внутренние развороты, когда мы через живот разворачиваемся. И наружные развороты, когда мы через спину разворачиваемся. Сейчас я вам покажу, как можно выс... Скорее всего, это все делают. Но где-то, может быть, мы не совсем внимательно обращали на это внимание. И поэтому как-то это пропускали. Что мы делаем? Если я хочу сделать внутренний разворот через живот, то, что я делаю, я разворачиваю стопу. Пальцами в ту сторону, куда я хочу развернуться. И смотрите, когда я разворачиваю пальцы, у меня сразу, видите, что происходит? У меня идет желудок. И вот здесь, смотрите, раз, и я развернусь. Раз, и я развернусь. Конечно, я могу развернуться и не разворачивая пальцы в ту сторону. Я могу и так пойти. Но в этом случае мое положение тело устойчиво каждый день. Мало того, что оно не устойчивое, так еще и есть нагрузка на забедренный сустав. Пока вы молодые, может быть, это еще ничего. Но вы будете взрослеть, и это может быть не очень хорошо для самих суставов. Если я сам разворачиваюсь, ну ладно, это полгода я. Представьте, на мне еще мой парфюр, который весит 40, 60, 60. И он еще начинает сопротивляться. Здесь и на позвоночке, и на забедренный сустав. Если я разворачиваю стопу, то я разворожу. Очень мягко и спокойно. Руки поставили перед собой, имитация затрата. Раз, два, раз, два. Попробуйте ту сторону. Поджимаем. Разворок через живот. Да. У нас получается один раз. Правая нога, один раз влево. Пальчики ног показывают, куда я в него разворачиваюсь. Пальцы ног. Если пальцы ног показывают в правую сторону, значит в правую сторону. У нас сейчас в левую сторону, значит в левую сторону. Постепенно, постепенно, сейчас понятно, мы делаем немножко как, ну так бывает как будто бы робот, да? Но постепенно вы будете более неодержны, и у вас такие движения будут более плавные. Вы будете уже двигаться более спокойно. И так, еще раз, да? Пальцы на земле, значит я буду туда уже. Внутрь меня разворот через живот. Еще у нас есть разворот, наружный называется, через спину. В этом случае направление движения указывает пятка. Вы, наверное, это, ну так, не сознательно делали, но вот сейчас мы сделаем более сознательно. Что значит через спину? Я должен развернуться лицом кустовым. Посмотрите, что это такое. Я поворачиваю пятку. Пятку указываю на положение. Пятку повернусь и я остановлюсь. Пятку поверну. Пятку поверну. Пятку поверну. Пятку поверну. Я могу и так развернуться, да? Но видите, у меня опять начинается что? Усмучивание поясничного отдела, тазовых костей, здесь и позвоночник. И это не совсем психологично или, ну так, хорошо для здоровья. Если же не будет первым пятку разворачивать, то у вас будет это мягко и не будет вреда для нашего тела. Попробуйте? Давай. Поджимаем. Поджимаем. Ваши. Ваши. Я дам. Обжимаем. Ваши. Если, если получается, можно держать перед собой. Ветхация, партер перед вами. Перед вами. Вы виду правильно должны наблюдать. Пример Давайте я покажу вам сразу маленький пример Маленький пример Вы все знаете прием передней подошвы? Да Значит, смотрите, у нас что может быть? У нас разводили Несколько вариаций есть этого приема Есть вариация, когда мы заходим вот сюда И открываем И делаем передний подошвы Вот в этом случае Я делал разворот через спину Да, вы заметили? И вот Если видите, я опять же не развернул Первый То у меня пойдет зону, но здесь нагрузка Если я опять не разверну Все То движение более Идет экономичное То есть вы Эффективность вашего действия увеличиваете Немножко разворачиваем туда Вот на носочке И тело само идет туда Это первый вариант Чтобы вам понятно было И второй вариант Тоже передняя подошвы Одна из остановинностей есть Бывает Когда мы куда-то движемся Вот я показываю Это действие Сюда Мое тело начало разворачиваться через живот Я мог бы сделать его вот сюда Но здесь видите Нога не разворачивается Не тяжело Чуть разверну Более Проще Итак Спасибо Сейчас мы с вами соединим Первое упражнение И разворот Сделаем в обратную сторону Смотрите Раз Два Три А теперь мы делаем разворот Назворот через спину Не меняя руками Разворот Раз Два три И мы встали позицию устойчиво. Теперь я начинаю разворачивать. Я смотрю сюда, должен развернуться туда. У меня что, смотрите, рука уходит вверх. Пятая. Вторая нога подставим. Теперь еще один вперед. Руку кормим. Попробуйте. Отжимаем. Через спину, через спину узор. Хорошо. Хорошо. Сейчас узор через спину. Пятка. Нога. И руки. Попробуйте. Так, молодцы. 90% все хорошо. 10%. Сейчас просто внимательно посмотреть. Когда мы встали вот в это положение. Я что и делаю? Я стою здесь. Я должен вернуться на это же место, но только лицо в пустом. На это же место. Я не ушел вот сюда. Я поменял ноги, не знаю. Смотри. Видите, эта нога ушла сюда. А эта нога вернулась на место. Мы поменяли. Почему мы это делаем? Сейчас вам объясню. Когда мы делаем какой-то прием в дно. Просок через бедро и так далее. Если я делаю просок через бедро, вот здесь ставим полотче, что у меня просок через бедро? Нет. Просок через спину тоже. Вот здесь ставим полотче, что у меня просок через бедро? Значит, у меня на ногне стоит. Прямо с ним. Поэтому вот эти наши перемещения. Я стою здесь и хочу получиться в паркер. Значит, соответственно, я должен развернуться в ту сторону, если я делаю, раз вот чуть-чуть в бедро. Но развернуться, остаться на полотче. Если я останусь здесь, я не хочу. Вот в этом развороте у нас как раз и есть. Мы учимся развернуться к паркеру, остаться на полотче. Понятно? Не надо по полотче. Прямо с ним. Вот так. Молодец. Через спину в дворок. Пятка. Приставили на ногу. Как вперед. Я пробую. Развернуться. И меняю. Так. Ну ладно. Чуть раз. Да. Умно. На самом деле просто надо полчаса времени посвятить внимательно, и все. И оно встанет на своем месте. Мы должны понять, что мы стоим здесь, мы также должны встать на это же место, абсолютно на это же. У нас следы вот остаются. Вот только вот так. Мы можем же сами вот так разворачивать. а можем разворачиваться вот таким образом. Есть варианты. Ну, старые, старые мастера Джоно, кто придумывал эту систему, они предположили, что вот таким способом разворачиваемся и более эффективным, чем мы разворачиваемся на часть на месте. Теперь мы делаем второе упражнение. Мы с вами делаем этот шаг назад. Помните? Мы делаем шаг назад. А теперь разворачиваемся через живот. Мы должны разворачиваться в ту сторону, а через живот. Нога сюда. Сюда. Вернусь. У нас приставные шаги. Еще раз. Так, как бы у меня уже показать? А, я сейчас встали на эту позицию. Рука наверху. Значит, в ту сторону разворачиваешь. Сказал. Взбавли. Приставил лоб. Шаг сделал назад. Вверху лоб. У меня уже. Попробуем. Нажимаем. Садится. Вот я туда. Пятая, давай. Опять. Пятая, давай. Нет. Эй, эй. Пятая, чего она Роман. Садится. Так, подождите. Мы не вперед идем. Мы назад идем. Спиной. Да. Спиной? Спиной? Динозавровок? Алексей? Андрей? Андрей молодец. Всё, он может уже на геростатке. Звучит загадки. Одни шаги были. А у нас есть парень! О! А чё вам... Молодец! Молодец! Семён? Вот, скорее всего... Просто сними. Вы все молодцы. Но скорее всего, Семён просто намного более внимательно смотрели. А длинники, вы смолнили, да. Смотрим мультфильма. Внимательный смотрим и можем пересказать. Не надо поднимательный смотрим пересказать другим. Видимо, Семен настолько внимательный смотрел, то я поразил. Копия? Ну-ка, Семен. Давайте посмотрим, Семен. Внимательный смотрим. Внимательный смотрим. Семен, как это? Ну, когда выиграть потом? Отлично. То есть, чем внимательнее мы, тем, значит, наше время становится более эффективным. Внимательно, слышите ваше мнение. 30 секунд. Еще в порядке. Молодцы! Теперь мы с вами собираем пазлы. Собираем пазлы? Да. Хорошо. У всех получалась пазла с вами? Ну, давайте. Собираем пазлы. Первое, второе упражнение соединяем вместе и посмотрим, что из этого получится. Всегда у нас тут дзюдо есть, и в самом месте дзюдо – этикет. Мы приветствуем его. Это значит, мы уважаем своего партнера и готовы с ним взаимодействовать. Дзюдо – это партнер, самбо – это круглопожарие. Дзюдо – это партнер. Бокажки. Дзюдо – это партнер. Дзюдо – это партнер. Вот потом делает разворот через живот. Теперь он делает разворот спиной. Перекватывает руки. Я беру разворот в живот. И потом мой партнер останавливается. Все просто. А помните повторить? Главное просто. Ну давайте. Финалисты, санвисты. Заведите, товарищи. Не победите. И меня тоже. Я всем сказал, что здесь не могу. Параш, помогите. Параш, помогите. Тихо вы. Вот места здесь есть, ребят. Пробую, вот здесь тоже. Во! О! О! Параш! Смотри, как бы сказать. Во! Вот здесь. Смотри какой бы сказали. Иди и другую. Да. Могу. Во. Уо. Уоу. О! О! Вот! Продолжаем назад! Шокнулись, шокнулись! Вот! 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 Еще раз, да! Вкатывает! Шокнулись, шокнулись! Вот! Еще раз, да! Вот! Оставайтесь на своих местах и просто на меня посмотрите. Отпустили из виду, как мы перекладываем руки. Вы же видите, мы держим немного руки, да? Как мы перекладываем? Посмотрите, внимательно. Вот у меня держишь, я начинаю разворачиваться. Смотрите, переклад какой. Вот у меня есть рогатка. Пальцы. Рогатка. Подпишемся вот так вот, как я перекладываюсь. С другой партнер начнет. Просто выпадываем. Продолжение следует...